Всем привет, друзья! Вы, как обычно, на канале Своим Ходом. С вами Лизончик, Виталик и канал Своим Ходом. И сегодня мы с вами проведемся на самую популярную экскурсию, которая есть в Доминикане. Эта экскурсия называется Сауна, то есть мы едем на остров Сауна. Но перед тем, как доплывем до острова Сауна, попадем вот в такую офигенную бухту. Это даже не бухта, знаете, это природный бассейн. В нем огромное количество лодок. Здесь все тусуются, заливаются ромчиком. В общем, погнали. Обычно всех туристов забирают из отелей, потому что Доминикана – это, в принципе, пакетные туры. Поэтому мы вам показываем экскурсии, что обычно мы не делаем. Но здесь без этого никуда. У нас и экскурсия, и Сауин Ходовский формат. Но так как мы живем в Кондо, который вам показывали в первом выпуске, мы добираемся сами до офиса, у которого берем экскурсии, и уже отправляемся с вами сейчас на экскурсию и покажем, что в нее входит. Должно быть очень интересно, потому что это самая знаменитая экскурсия. Если, например, людям говорят, вот вы приехали, у вас тут 20 экскурсий, выбирайте какую-нибудь одну. Все по-любому выберут именно эту экскурсию, потому что она самая популярная. Сегодня мы попытаемся разобраться, почему так. Смотрите, какой огромный автобус у нас будет, экскурсионный. И снова Михаил с нами едет. Как в прошлый раз на прошлой экскурсии. В этом автобусе даже Wi-Fi есть. Смотрите, премиум сервис F04. Скорость 2 мегабита. Ты что, тут на лучшие комментарии и сообщения? Мы сейчас держим путь в город художников. Альтас Дачи Вон. Ехать туда целый час от Пантаканы. Да, пока мы умеем ехать целый час, можно сделать так. Мы уже успели щемануть. Мне вообще очень нравится здесь, в Доминикане, то, что очень прикольные заправки. Вот на байке едешь, на машине, на автобусе не важно, останавливаешься. Как в Америке, они такие цивильные. Да, если сравнивать вообще с азиатским регионом, очень все развито. Хорошие дороги, даже платные дороги. Представляете, мы сейчас едем, получается, в сторону Карибского бассейна. Дорога стоит 3 доллара, чтобы по ней проехаться. На байке бесплатно. Итак, друзья, мы приехали в город, который называется Альтас де Чавон. Это город художников, очень вообще красивый. Прям такой стиль, знаете, европейский какой-то, не знаю, Греция. В этом амфитеатре проходят самые большие концерты. Сюда приезжал Sting, Jennifer Lopez, Pet Shop Boys. Так что, если у вас будет время, и вы попадете на какой-нибудь из концертов, это будет очень круто, потому что там потрясающая акустика. Это, получается, зал на 5000 мест под открытым небом. Мне кажется, это очень здорово. Здесь находится фонтан желаний прямо на главной площади. И мы сейчас бросим 5 песо, загадаем желания. Это самое заветное. Почему вообще город называется городом художников? Потому что сюда приезжают на различные симпозиумы, очень много художников. И им предоставляется здесь бесплатное проживание прямо в этом городе. Но с одним единственным условием. Они должны оставить одну или две свои работы, свои картины в художественной галерее, которая здесь находится. Здесь также очень много магазинчиков. И вообще город находится на реке, прекрасная река Чивон, которая позади меня сейчас. Очень красивая атмосфера, такая потрясающая, умиротворенная. Здесь постоянно никто не живет, но все равно есть какой-то колорит свой, как будто реально какой-то жилой квартал Европы, что-то такое. Играют уличные музыканты. Вот чувак постригает, слушает музончик, цветочки, работают здесь. Прямо с видом вот на эту реку. Смотрите, здесь около церкви сидит доминиканская девушка. Она делает вот таких кукол. Кукла называется Лиме по названию женщины, которая дала идею для этих кукол. Леди Мэнтес. Смотрите, это кукла без лица. Вот, у нее нет лица, они делаются разного цвета. Смотрите, опа. Как нам сказали, что в Доминикане проживают разные национальности, да? Да. С разным цветом кожи, чтобы всем угодить, вот такая кукла сделана. Кукла стоит 15 долларов, немало на самом деле. Еще вот такие магнитики тоже куклы продают, но они уже здесь не меняются цветами. Три магнитика 10 баксов стоят. Ааа, ребята, мне Виталий купил куклу. Смотрите, какая классная в розовом платье. Переворачиваешь, здесь доминиканская женщина. Смотрите, цвета, как у нас российского плага, только по-другому расположено. Этот доминиканский национальный наряд, кстати, вот такое платье. Я бы его купила, кстати, само платье, если бы нашла, где его вообще взять. Так, ребята, это Ослик, его зовут Маргарита. Раньше был Маргарита-1. Это Маргарита-2, потому что мы кормим его фруктами. А первый, который был турист, его кормили пивом, заливали им, поэтому он скачался. Не кормите Ослика пивом. Кормите его яблоками. Красивый, да, такой каленый. Вообще очень красивый Ослик. Привет. Давай еще. Что это? Педро. Педро. Маргарита. Смотрите, Педро, какой у него хозяин, красивая шляпа. Вообще существует две экскурсии на сауну. Это обычная сауна, когда вы просто сразу едете на автобусе до пирса, где вас сядет на лодку, и вы едете уже на остров. А у нас экскурсия Deluxe, то есть у нас еще фручен этот город. Сейчас садимся в автобус и уже едем на пирс и отправляемся на сам остров сауна. Погнали! Выходим из автобуса, нам сразу начинают что-то предлагать. Такие шляпы, полотенца, вот чехлы для телефонов. Огромное количество лодок и все везут, видимо, на экскурсии людей. Потоп, конечно, туристов очень большой здесь в Доминикане. 50% это русские по-любому. Как у нас маленькая лодочка, да? Одну секундочку, меня просят сначала браслеты всем за въезд в национальный парк поездить. Мы тут уже теснимся на лодке, сейчас будем убирать свой рюкзак в водонепроницаемый бэк. Смотрите, нам выдали такие браслеты. Это браслет для входа в национальный парк. Сейчас по-любому нас будут заливать волнами, поэтому берем сумку водонепроницаемую, все в нее прячем. Мы сейчас едем до такого места, которое называется природный бассейн. Это примерно 200-300 метров от берега. Огромная такая отмель в виде бассейна, реально круглого, где по пояс и очень-очень чистая бирюзовая вода. Наша лодка просто встала сейчас на козла. Максимальная скорость, наверное. Мы сейчас похожи на летучую рыбу, которую на кластье. Вообще капец. Нос вот так вот. Так, друзья, вот тут то самое природное бассейн, о котором я говорил. Напоминаю еще раз, глубина здесь совсем небольшая. Вот так вот будет, поэтому, пожалуйста, не прыгайте, особенно головой вниз, это может быть травмоопасно. Через 5 минут откроем бар. Вон там сзади у нас капитан. Капитан, кстати, нас зовут Израэль. 23 года, молодой парень. Вот там они будут начислять вам Куба-Либру, Санта-Либру. Полчасика у нас здесь. Так, друзья, мы прибыли, первая наша остановка. Место называется природный бассейн. Очень крутое место. Знаете почему? Потому что мы находимся, ну, не посреди океана, а далеко-далеко от берега. Здесь очень много лодок. Все приезжают, вот экскурсионная типа программа. И все просто тусят. Прям по пояс. Вот так можно ходить далеко-далеко-далеко. В общем, огромное количество людей. И на всех лодках включен мини-бар. Там, то есть, берется ромчик, там спрайт. Все это разливается, и можно неограниченное количество пить. Чем мы сейчас, собственно, и займемся, да? Я готов. Давай здесь. Здесь я поймаю. Так, вся наша лодка потихоньку спускается. Дискотека начинается, да? Нет, место очень крутое. Посмотрите, просто вот все люди, а не все по пояс. Вот это все. Все бассейн, 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 бассейн. Куча лодок. Там вообще, то есть, у нас лодка с русскими ребятами, да? А там есть лодки чисто с местными. Там мексиканцы эти, местные, короче, доминиканцы. Вообще круто. Вот такая атмосфера. Да, и, кстати, вот это еще одно отличие, чем отличается обычно, экскурсия от Deluxe. Это именно то, что включен фотограф, дают 3-5 фотографий на пару. Совершенно бесплатно. И еще это, как отчет от экскурсии. Еще можно не отдельный, отдельный заказать фотосессию, да? Один фотосессия, да, 170 долларов на пару. Опять же. Кстати, довольно, этот, демократичный прайс, потому что фотографы в Курменькане очень дорогие, берут 200 баксов за час, прикиньте. Вот где деньги надо зашивать. Все поют, представляешь? Все поют. В бассейне все поют. Вообще-то клево. В таком месте мы еще ни разу нигде не были. Вообще, вот эта атмосфера тут. Я сначала, знаете, подержалась, думала, фу, как много народа, тут вообще как дискотека. А знаешь, кому-нибудь на лодку забориться, у нас на музыку чуть не играет, можно в любом это на лодку забориться, с ними тусоваться. Так, походу, вот наша барная стойка. Ром, кола, и можно брать стаканчики, прям будут наливать здесь. О, окей, я что, не доплыву до следующего места. Ну-ка, нормально вроде пахнет. Давай, Лизончик, за отличный отдых попробуем ром местный. Ну-ка, не очень крепко сделал? Нормально? О-го, нормально, кстати. Ребята, запомните, два самых популярных напитка в Доминикаде. Куба Либре – это ром с колой. И Санта Либре – это ром со спрайтом. Кстати, доминиканцы чаще всего пьют именно ром со спрайтом, и мне тоже нравится именно такое сочетание больше всего. Ну, сегодня нет спрайта, сегодня кола у нас. Ну, тоже очень вкусно. Вся наша лодка уже выпрыгнула за борт, все, все заливаются ромчиком, фотографируются бесконечно. Мне место реально круто, здесь всего полчаса, да? Надо еще квадрокоптер, воздух понять, не забыть. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 30 минут у нас здесь закончилось, мы накупались, очень классное место, смотрите, люди еще остаются некоторые, а мы уже отплываем на остров Саона, где у нас будет в основном все время оставшийся, да, там будет обед. Ребята, смотрите, у нас на шляпах вот такие вот оранжевые наклейки, как вы думаете, для чего это? Ваши нагадки, сейчас скоро уже узнаете. Смотрите, какие звезды здесь прямо на дне лежат. Красивые, да. Красивые, да. Вот мы и прибыли, друзья. Я вместе с вами на остров Сауна. Самый популярный остров здесь в Доминикане. Но в плане экскурсии вот сюда именно привозят людей. Посмотрите, как раз тысячи. Прямо Мальдивы какие-то. Вода нереальная. Красивого такого цвета, оттенка. Но заметьте, ребята, все равно, хочу сказать, что все-таки Сейшелы не переплюнет. Даже Сауна. Вода такая, знаете, молочная. На каждом уважающем себе пляже есть продавцы, которые что-то продают. Смотрите, это Акаме Лариман, который водится только в Доминикане. И все туристы покупают с ним украшения. Ой, смотри, еще кокосы вот такие ездят, смотрите. Причем на тачке. То есть можно купить себе кокос, там попить, у вас есть. Еще, видите, кокосовое масло продается. 5 долларов стоит. Сейчас у нас обед будем, вкусненько покушаем, покупаемся. Очень много времени здесь у нас, прям до обеда. 6 часов, наверное, 10 примерно. Обед у нас только в 2 часа, 4 часа можно гулять по острову. Причем этот остров, Сауна, здесь не только этот пляж. Мы когда ехали на лодке, плыли точнее, проплывали, наверное, минимум пляжей 5, только с этой стороны, получается, вокруг всего острова много разных пляжей, везде высаживаются. Видимо, эта экскурсия включена вот этот именно пляж. Хотя, возможно, если вы возьмете какую-то другую экскурсию, у вас на другого пляж привезут. Но красота невероятная. Такой цвет воды прям насыщенный, яркий. У нас в экскурсии включены вот такие вот лангусты, но они не всем включены. То есть, когда вы бронируете экскурсию, нужно заранее заказывать лангустов, чтобы они были. Прям пахнут океаном, да? Да, а если кто-то не взял, вот пришел сеньор и предлагает. How much one? Depends, это стоит 35, 35, 40, 40, 40. Лангусты стоят большие по 40, поменьше по 35. Смотрите, какие красивые. А еще здесь можно заказать наивкуснейший коктейль, который называется пина колада. Это очень вкусно, мы уже пробовали на другом острове. Это просто бомбачки. Отрезается вверх, все внутренности как бы в миксере перемалываются, заливаются алкоголем, да? И получается офигенный напиток. 5 долларов, добавляют кокосовый сироп, очень вкусно. Всем советую попробовать, если вы вдруг не пробовали. Вот в этом месте у нас будет обед всей нашей группой. И здесь же пока до обеда еще мы не дошли, смотрите, стоит очень много рома. И ром могут наливать там просто бесконечное количество раз. Просто подходите, говорите, ром. И кокоса можно выпить тоже. Ромчик с холлой. Ох. Можно я немножко поясню эту информацию? Очень важно просто про лангустов, потому что сейчас низкий сезон. И в низкий сезон правительство запретило ловить лангустов и продавать их туристам. Поэтому, короче, когда низкий сезон, в экскурсию лангусты включаются за дополнительную плату. Разница всего 15 долларов. Обратите внимание, здесь они по 40. Вот. А высокий сезон, в эту экскурсию включены лангусты, не надо ничего доплачивать. И, в общем-то, это опция. Вы должны перед тем, как бронировать экскурсию, спросить, будут лангусты или нет. И вам скажут, потому что реально запрещены к вылову. Но прикиньте, они все равно их вылавливают и продают туристам. Я еще в шоке с ним просто. Ой, все, Лизон, мой рабочий день закончен. Ты вам как-нибудь сама видео поснимай. Я вот ромочек попью с таким потрясающим видом. Еще так обдувают ветерочком просто нереально. На самом деле, я перепутал. У нас уже почти 2 часа скоро будет, да? И уже скоро начнется обед, да? Обед лангусты включить. Там всякие вкусные шведские столы. А, хорошо. Здесь еще наливают вот такие фруктовые коктейльчики. Кстати, весь алкоголь, соки, спрайт, кола. Короче, все бесплатно. Ром, да? Ром? Нет? Мои друзья! Да, может, посмотрели. Время полежать на лежачке. Вот так ложишься, голову опускаешь, а тут пальмы. Такой рай вообще. Ветер на улице такой мощный. Посмотрите на пальмы. Просто жесть. А здесь Виталик просто летает на квадрокоптере. Мы летаем, снимаем квадрокоптеры. Ой, снимаем квадрокоптеры. Ром просто уже дал себе знать. Давайте переключаемся на съемки с воздуха прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пошла раздача лангустов. Смотрите, какие нездоровые. Мне тоже бери сразу. Смотрите, вот так выглядит лангуст. Давайте попробуем. Мяса много, да, смотри? Да. Целый квадрокоптер. Знаете, как такая щирная, щирная большая креветка. Что, б соевый соус у них был? Было б шикарно. Вкус похож на креветку. На огромную здоровую креветку, да? Обалденно. Мы же забыли вам сказать, для чего нужны были оранжевые штучки. Это для тех, нас пометили, тех, кто заказывали себе лангусты, да? Да. Чтобы нам дали их. Очень вкусные были лангусты. И вообще обед такой сытный. Так, что мы можем сказать, ребята, об экскурсии? Нас накормили, мы покатались. Подобрели. Подобрели, да. Но на самом деле, вот экскурсия разочаровала, потому что это считается самая крутая экскурсия. Это вообще единственная экскурсия, которая вот вас входит на соседние острова. Обычная экскурсия, обычный остров. Все пишут, что там вообще рай какой-то. Не, обычный остров. Просто мы много все провидали, нам нечем сравнить. Обычная экскурсия, обычный остров, обычный песок. Вода не нравится, потому что вот пляж, вроде хочешь покупаться, постоянно волны. И вообще, если вы летите в Доминикану, знайте о том, что постоянно волны, постоянно ветер. То есть все время вода вот так колышется, и вы не сможете покупаться так же, как, например, на острове Баракай можно было сделать. Заходишь, водичку прозрачную, купаешь. Здесь так не сделать. Но, на самом деле, если выбирать из всех экскурсий, мы бы тоже, наверное, поехали на саону, потому что действительно такая купабельная, так сказать, экскурсия. Здесь и отдых, и самое главное, что здесь Карибское море, не Атлантический океан. То есть бирюзовая вода, вот как на картинках, вот эти пальмы красивые, это именно здесь. Вот чтобы посмотреть это своими глазами, да, мы бы тоже выбрали саону. Потому что белоснежнейший песок, очень красиво, вот глаз прям радуется. Ну, внутренние ощущения. Так. Нам уже пора отчаливать с этого острова, накушались, отдохнули здесь, полежали, выпили ровночку. Вот лодка. Очень красиво, но что-то не хватает, да? Что-то вот непонятно, чего вам, да? А, я не люблю ничего не делать. Просто, в течение, вот была бы какая-нибудь активность, да, было бы интересно, так как-то вот не зашло. Не хватает с ножки, да. Но очень красиво. Был бы здесь коралловый риф, классно. Вот в Тае, приходишь на пляж, напряжаешь на остров Коралл, да? Там парашюты есть, опускание под воду, хождение со шлемами, да? Короче, знаете, экскурсия для лентяя, вот кто вот, мы просто не лентяи, нам поэтому не очень, а если бы лентяи, то вам понравится. Держишь, ничего не делаешь. Лиза, уйди отсюда! Это хорошо, что ты здесь стоишь, блин. Лиза только что накрыла полностью волной, да? Потому что он здесь встал, специально. Отличное завершение экскурсии, весь телефон мокрый, в соли. Экскурсия закончилась, мы успешно добрались, из автобуса вышли, ждем наши кондики. В общем, ребята, ставьте лайкосик обязательно, если вам понравилось видео, если информация для вас была полезной, подписывайтесь на канал, напишите комментарии. Мы из автобуса вышли, что я хорошо спал. В общем, все, давайте, до встречи в следующем выпуске, который уже будет совсем скоро. Пока-пока. Пока.